Сходим в родную мою комнатушку. Теперь я беру любые два тинта. Вот так печально, ребят. Каждое утро в этом заведении. Если вы так не краюстесь, то я не знаю, кто вы. Это вы не было на хоккей. Всем привет. Меня зовут Софа. Я сейчас учусь в Москве на программе Digital Reklama в Ранхексе. Но сама я не из Москвы. Сегодня я хочу снять влог на несколько дней моей поездки домой в родной город, Нижний Новгород. Немножко познакомиться с вами. Рассказать о себе. Я давно не снимала большие влоги, поэтому мне интересно, что будет и как будет. Хватит у меня памяти на телефоне или нет? Вот этот вопрос. Завтра утром я уже буду выезжать. Четыре часа мне ехать до Нижнего Новгорода. В любом случае всем приятного просмотра. И встретимся с вами уже завтра утром. У меня сейчас вопрос, конечно, что мне ехать и что мне с собой брать и что мне с собой не брать. У меня уже готов чемодан. Как будто бы я переезжаю, но на самом деле просто у меня там лишние вещи, которые я отвезу домой и они меня не будут мешать в моем пространстве. Нет, вот честно, вот я просто думаю, блин, реально, а что надеть наверх? Какой цвет? В итоге у меня как бы гардероб сам за себя говорит. Немножечко тут какой-то вообще бардак. Все, надо сейчас это прибрать и собраться. Вообще доделать какие-то задания по учебе. Быстренько, прям кратко там эссе написать, еще что-то. Если вы думаете, что это завтрак с утра, то нет. Это мой вечерний ужин. Ну, я такой немножко уставшим. Я вообще не лызбалась, конечно. Сейчас поеду на вокзал. Прощай, мой милый подъезд. Я наконец-то дома. Реально очень сильно соскучилась просто по месту, по людям. Сейчас ходим в родную мою комнатушку. Из родного здесь, конечно, ничего практически нет, потому что здесь все пустое. Покажу вам, как у меня здесь все было. Мои кубки за художественную гимнастику, все дела. Это очень давно здесь висит. Меня просто, вот просто не снимаю из-за каких-то воспоминаний. Тут у меня была, типа, доска реализации, желание, все дела. И я вот до сих пор какие-то, видимо, видится, не сделала. Прямо они, видимо, либо стали не моими, либо я не знаю, что с ними вообще. И вот эта вот вывеска, которую я хочу с собой забрать в Москву и повесить, потому что она прям там хорошо смотрится. Я, кстати, делала сама. Вот можно увидеть из-за этих дырочек. Но она выглядит хорошо, мне нравится. Хотя, ладно, вру из родного. У меня здесь остались мои тапочки. Такие вот милашные. Так непривычно здесь находиться вообще. Скажу, что сегодня по планам. Первое, это собрать и разобрать чемодан. Ну, мне нужно разобрать старые вещи и собрать зимние чуть-чуть положить. Второе, снять интеграцию для сумок, которые я с собой привезла. Они мне так понравились. Там даже подарочек положено. Красивая упаковка, красивые сумки. Боже мой, в шортс, смотрите. Не знаю. В третье отдыхать. Вообще думала, что я приду и буду спать. Потому что в поезде я вообще не спала. Я еще ехала с девочкой маленькой, которая плакала. Ну, это еще нормальная практика. Ну, как бы в любом случае я хотела поспать. Сейчас я приехала, все, сна нет. Просто я поняла, что из-за яркого света сейчас очень светло, плюс еще солнце. У меня вообще не желания спать из-за этого. Вот когда темно, все классно. Я даже в поезде из-за этого не могла спать нормально. Сегодня я спала три часа. Ну, ничего. Знаете, ощущается все так по-родному здесь. Как бы даже не хочется ничего делать. Кстати, может быть, что-нибудь с волосами сделать в этом видео. Но вообще, сто процентов я что-нибудь сделаю. Я планировала. Ну, челка, может быть. Может быть, просто. Я не знаю уже, что. Здесь так все по-родному. При этом я понимаю, что я вряд ли когда-то здесь еще буду долго жить. Никогда здесь не буду, скорее всего, жить ни месяц, ни полгода. Это так печально, ребят. Вот это осознавать, это самое грустное. Хотя я понимаю, что меня всегда здесь ждут. Я всегда могу сюда приехать в любой момент. Но все равно. Грустно. Пока я немножко соберу макияжик. Я бы хотела ответить на вопрос, пока я делала макияж. Но я настолько сейчас не соображаюсь того, что мало спала. Если вы так не краюстесь, то я не знаю, кто вы. Вот они, коробочки. Тут две сумочки. Посмотрите в шорс. Уже это видео вышло сто процентов, потому что этот влог, он будет позже. Вот тут я все буду снимать, потому что здесь однотонный такой фон. Плюс очень светло. Прямо сюда свет падает. И классно. Классно, идеально. Сейчас буду как раз таки это все распаковывать. Как-то все призмусь, как буду снимать. Красивенько, чтобы было. Вот. Посмотрим, что из этого выйдет. Я все, что нужно, отсняла наконец-то. Боже мой, ребята, я так устала немного. Среди поднимается суперски просто. Алиса, которой у меня нет в Москве, а тут она есть. Просто балдею. Я сейчас пришла домой. У меня вообще нет сил. Миша сдает о себе знать просто, что я спала 3 или 4 часа сегодня. У меня было много планов. Но знаете, что я делала? Нам прислали почему-то вечером сделать тест по математике. Я его сейчас сделала. Хватит ли 3 секунды, но все равно как бы меня это отвлекает. Сегодня какой-то странный день. Завтра будет новый день. Новые какие-то впечатления. И так далее. Хотя все мои планы сегодня уже на завтрашний день немножко разрушены. Ну посмотрим, что будет. Всем доброе утро. Сегодня у нас второй день. Вначале, что в этом видео также будет отвечать на парочку вопросов. Их написали на телеграм-канале очень много. Но скорее всего, я их сделала отдельное видео, но здесь отвечу на некоторые. Например, вопрос, чем я пользуюсь. Ну и я в целом не заморачиваюсь над этими всякими штуками. Что мне нравится по запаху, по вкусу, по внешнему виду, то я и беру. Вот это мне очень нравятся, вот эти штучки. Это крем из сыворотка. Я это мажу не только на лицо, но и на тело, ребят, потому что мне очень нравится запах. Сегодня у нас планы определенные. Конечно, я все покажу, расскажу, как без этого. Да, я вообще опаздываю уже немножко. Ну не опаздываю, немножко так поторапливаюсь. В одно очень красивое место, просто. У нас сегодня праздник, и понятно, что там очень мало свободных мест, скорее всего, будет. Я постараюсь вас сегодня познакомить с моей семьей. Если получится, мы сегодня уйдем как раз-таки вместе на одном мероприятии. На мероприятии борма кино. Когда, знаете, хочется просто пойти с семьей куда-то вместе. Особенно, когда я задолго их не видел всех. Вот поэтому, да. А сейчас я собираюсь на консультацию с девушкой из Нижнего Новгорода, собственно. Был вопрос, как я крашу губы. Сейчас просто быстренько покажу. У меня вот эти два моих любимых карандаша от Fibonacci по 102-103 оттенок. Один из них я наношу как основу. Я это делаю по анатомическому контуру моей губы. У тебя есть рельеф, именно. Я не знаю, как объяснить. Теперь я беру любые два тинта. Вот этим, который потемнее. Мне удобно сделать тоже контур, чтобы он не стирался. А вот этим красным я заполняю уже серединную часть. Вот так получается как будто бы очень темно, и так и слишком ярко. Ну, что, будет еще ярче. Ну, и выходит как-то вот так. Но я еще добавляю обычный блеск, потому что из-за тинта очень сильно сушатся губы. Блеск у меня, кстати, тоже тинт. Потом становится более розовым. Вот такой марки давно уже купила. Потом становится более розовым, и он не стирается. Он, главное, просто вот есть на губах и есть. Он никуда не девается. Обращайте, кстати, внимание вот на это, потому что я разбирала чемоданы и все еще не знаю, куда эти вещи деть. Обычно я беру такой клайчик, туда вмещается все, что мне нужно, и это очень удобно, что здесь по сумке все это никуда не летает. Никто не знал, я уже забыла, что у меня есть очки, их можно носить. Они, кстати, реально от зрения, для зрения. У меня минус 11, на одном год, на другом. Не знаю, сколько. А погодка-то какая. Чудно, боже мой. Сегодня будет, наверное, такой красивый нижегородский закат. Нижнегороди самые красивые закаты вообще, просто. Потому что здесь слияние Киеволки. Мы на холмах и даже Нижнегород начинается столицей закатов. Кто не знал, вот рассказываю вам. А это мой любимый дуб, которому уже очень много лет. Мне очень всегда нравится, как он выглядит. Сейчас, правда, он уже падает, но он очень пушистый и красивый. Многие почему-то удивляются, что в Нижнегороди есть литро, но тут всего два ветки, но она есть, и это здорово. Это видеореклама для Нижнего Новгорода будет у меня. Иду по главной улице Нижнего, обожаю просто ее. Вот, действительно, кафешек и так далее. Вот одну из кафешек, я думаю, иду как раз-таки сейчас. Кажется, это очень сладко, но посмотришь. Вот эти пришли не по месту, которые должны были, но ничего страшного. Провожу я, значит, консультацию с Настенькой и узнаю, что она подписана на меня со ста человек. Это просто шок-контент. Я просто... У меня нет слов. Я наконец-то дома. Мы классно сходили на фильм, классно сходили на консультацию с девочками. Я залетела с энергией миллион процентов просто, я не знаю. Сейчас спонтанно должна прийти ко мне моя подруженька на ночевку. Еще, представляете, я пришла в Макдональдс, перейду к кино, и мой заказ потеряли. Я там заказала гамбургер, картошку, среднюю, все, и три наггетса. Бывает такое желание сходить в вкусную точку, и знаете что? Я уже где-то минут 15 жду заказ. Кино уже идет, кстати. Я пришла заранее, заказала с телефона, пока ехала до этой точки. Вижу, что там работает мой одноклассник. И я забираю заказ, бегу в кино, говорю спасибо большое. Я, кстати, была рада его видеть, приветствую, когда ты видишь. Хожу в свое место, сажусь, и понимаю, что он мне положил три гамбургера, креветки, картошку, пирожки. Ну-ка, понятно, что я из этого ничего не заказывала, но я не знаю, специально он или нет. Я уже когда шла, я понимала, что слишком тяжелый пакет, и такого не может быть. Ну, мне кажется, просто там все потеряли мой заказ, ну, там было миллион заказов было. Короче, настроение хорошее, чудесное просто. Ждем мою подружку, встретим ее с вот такими вот очочками. Малюшкина приехала. Малюшкина. Ой, она здесь. Привет. Привет. Мы где-то сейчас разговаривали еще с родителями. Я, моя подружка, мои родители. Самый разговор на кухне. Сейчас будем смотреть фильм. Отдыхать. Доброе утро. Сегодня третий день, я же немного один. Вчера я заснула под фильм. Люблю вот такие вечера, просто теплые. Сегодня у нас также планы, у нас остался час на сбор. Мы только что проснулись. Ну, вот я Ариша еще спит. Я никогда не понимала, кстати, зачем на ночевках будет людей, если они не хотят еще спать утро. Пусть спят. Сегодня у нас хоккей. Ура. Я так давно не была на хоккее. Я не то, чтобы я его прям сильно люблю, но полюбила. Это Ариша, моя лучшая подружка. Ручь идем сейчас на хоккей к моему молодому человеку. Надеюсь, он будет играть, потому что еще непонятно, будет ли он играть или нет. Но в любом случае, нам будет интересно посмотреть на хоккей. Выбегаем. Мы уже немножко опаздываем, конечно, на автобус, но ничего страшного, мы сейчас все успеем. И запах метро Нижегородского. Мой любимый просто. Мы уже немножко опоздали на 13 минут. Сейчас нам нужно забрать билетики. Я наконец-то дома, спустя миллион лет. Какие у меня планы? Во-первых, я хочу сделать медитацию «Благодарность». У меня не получается сделать медитацию, но я пытаюсь. Почему именно «Благодарность»? Потому что мы с моей подружкой договорились. У нас не спор, ну не спор, а, наверное, просто мы заключили пари, что мы вместе делаем 15 дней подряд медитацию «Благодарности». И если кто-то ошибется, тот оплачивает поход нам в кино вместе. Если обе из нас будут делать 14 дней подряд, ну, 2 недели подряд, эти медитации каждый вечер, то мы вместе идем в спа. Исход в любом случае хороший. Что по планам сегодня и сейчас? Это, наверное, я хотела попробовать приготовить десерт и с протеинами десерт, короче, не знаю, как объяснить. Хочу посмотреть фильм на английском и сделать медитацию «Благодарности». Кстати, еще говоря, я поменяла билеты на вечер, это же Вачеслана на вечер, то есть я буду внижен теперь еще целых 2 дня, и для меня это прям много, как будто бы. Обстановочка прям домашняя, она меня очень сильно расслабляет, и я не сосредотачиваюсь ни на чем, кроме отдыха. Баночка протеина в каждой сумочке каждой девушке вот проходит в зал. И хотела заодно поговорить на тему, на тему благодарности. Например, я раньше не понимала, зачем мне благодарить все вот это вот делать. Сейчас я подумала, что нужно попробовать. Я просто думаю про себя, вот на каким образом я могу воспринять что-то большее, если я сейчас не могу быть благодарна за то, что у меня уже есть. Я буду каждый раз обесценивать все. Очень тяжко так жить реально. Четвертый день нижнего горячего, какой-то уже челлендж по плану. Сейчас пойду с родителями, наверное, погуляю. Еще мне нужно сделать некоторые дела по работе, и все. Сейчас все идет немножко не по плану, я не хочу негативное настроение передавать вам, поэтому я всего-то просто сделаю отрывки на сегодняшний день какие-нибудь просто эстетику. Сегодня у меня вообще нет настроения. Я не знаю, что произошло в моей жизни, и почему так, в любом случае, я ничего не снимала. Что я хочу сделать сейчас? Покажу вам, ребята, просто чтобы что-то было за этот день. Сейчас буду смотреть гордость и предупреждение на английском, и монтировать видео. Вот это. потому что там очень много вышло, и я не знаю, когда я это сделаю. Каждое утро в этом заведении начинается примерно вот так. Сегодня у меня последний пятый день, когда я тут. Я реально не знаю, чем заниматься. Тут просто я получу удовольствие от этой домашней атмосферы. У меня всякие мероприятия, на все штуки. Я так могу сходить в Москве. Зачем мне заниматься этим здесь? И сейчас по плану у меня сбор всех вот этих вещей в чемодан, чтобы просто быть готовой уже вечером, и все. Я максимально уже готова выезжать, просто надеть одежду, взять вещи, и все. По сути, я уже готова выходить. Поезд у меня через шесть с половиной часов, поэтому вообще адекватно, у меня еще куча времени просто заниматься своими делами. не было особо желания, когда я сюда приехала, гулять, прям пониже Новгорода, уходить куда-то там в центре, какие-то заведения и так далее. Но все равно у меня появилось желание потом, когда-то в будущем, показать свой город, свои любимые места. Я бы хотела этим поделиться сто процентов. В общем, у меня появилось желание резко пойти по магазинам, чем-нибудь просто купить, какие-то мелочи. Сейчас покажу, что я купила в итоге. Белых вещей становится все больше в моем гардеробе. Кофточка. Не знаю, что это вам даст, но просто знайте. Второе, это тоже обычный, классический белый свитерок. Зачем? Ну, мне захотелось. Мне прям искренне захотелось купить это. Я не знаю, ребята. Теперь пройдемся по чему-нибудь более интересному. Бутылочка для занятий спортом. Для водички. Зачем, конечно, тоже непонятно, потому что я пользуюсь всегда обычным бутылком. Это ароматизатор для моей комнаты в Москве, потому что, я не знаю, с запахом. Тут написано, по крайней мере, гранат виноград. Должно быть вкусно и приятно пахнуть. Следующий наш лот. Это, я не знаю, забыла как называется. Для карточек. Штучка. Надеюсь, будет удобно. Я не буду больше ничего терять. Вот. Эта штучка довольно-таки удобная и вместительная. Я посмотрела, и цвет хороший, и кожа приятная. Я так поняла, что это эко-кожа. То должно быть очень полезно. Ну и последнее. Я решила, что важной инвестицией будет купить мета с откусом карамели. Я не знала, что такое бывает. Вот такие у меня сегодня ценные инвестиции. Ну что я могу сказать? Через 30 минут я уже буду заказывать такси до вокзала. К сожалению, меня никто не может проводить. Очень печально, потому что мне сейчас тоже такое состояние немножко грустное. Викенд заканчивается, подходит к концу эти пять чудесных дней. Увидела со всеми, с кем хотела. Отдохнула, самое главное. Надеюсь, что приеду туда уже полноценным желанием работать, учиться. Надеюсь, что вы тоже качественно отдыхаете и позволяете себе гармонично работать и также давать себе время на отдых. Потому что это правда очень важно в нашей жизни. Вопросы, ответы я буду снимать отдельное видео, потому что здесь не помещаются. Я не знаю, наверное, я уже говорила это. В любом случае, ребята, всем спасибо, что вы досмотрели до конца. Благодарю вас, что вы есть, что вы подписаны на меня, смотрите, комментируете, лайкайте. Я безумно это ценю. Я вас просто безумно люблю. Ну, я думаю, что на этой ноте нужно уже завершать видео, потому что я уже не буду снимать поезд, как я еду домой и так далее. Не будет возможности просто доснять. Не знаю, как там у меня будет по состоянию и так далее. Поэтому всем спасибо за просмотр, правда, искренне. И всем пока. До новых длинных видео, до новых встреч.